Я являюсь предпринимателем, 20 лет я женился, у меня 5 родителей. Я, не знаю, как минимум два раза переживал банкротство. Мы в Шемкенте. Город восточный, колоритный, ароматный и очень-очень жаркий. Наш герой – Ассалжан Джананов. Когда-то в его планы входило создание в этом городе подобия Силиконовой долины. Мы сегодня встретимся с его семьей и попытаемся узнать, было ли суждено исполниться его планом или он изменил их. Меня зовут Ассалжан, мне 39 лет, фамилия Жананов. Я являюсь предпринимателем, вот уже, наверное, больше 10 лет, то есть я в собственном бизнесе. До этого около 10 лет я работал в корпоративном секторе, в крупных международных компаниях. Вы не продаете овощи, фрукты, хотя мы в Шемкенте. Вы не занимаетесь вообще куплей-продажей. Мало того, вот таких живых денег каждый день вы видите только на мониторах. И, как правило, это чужие деньги. Но, естественно, вы зарабатываете на этом. Да, мы берем комиссию. Я являюсь совладельцем и SEO компании SmartAgeo Group. Это компания, которая разработала мобильное приложение. То есть в мобильное приложение есть сервис удобной мобильной оплаты Pelican. На самом деле Pelican это на сегодняшний день уже некая экосистема, куда входит у нас три основных направления. И скоро мы добавим еще четвертую и пятую. На сегодняшний день это Pelican Pay. Это удобный способ оплаты с бонусами и с хэшбэками. Это Pelican Bus. То есть это Pelican в автобусах оплачивает проезд. И Pelican Delivery. То есть это доставка. То есть мы имеем службу доставки, которая работает с более чем, по-моему, старыми сторонами. Здесь, в Шымкенте, то есть любой пользователь может заказать еду, то есть указать адрес. Мы ему привезем и плюс еще начислим ему бонусы. Вот. Вы реально в руках с огромной кувалдой и рушитесь все стереотипы о Шымкенте, о городе, где, ну вот, наверное, процветают базары, всякие летники, кафешки, рестораны и прочее, город развлечений. И тут вдруг энергия мысли. Откуда? Зачем? Ну, как вы правильно сказали, процветают у нас все вот эти вот торговые сервисы, да? Базары, рестораны, там, кафе и так далее. Но мы с вами живем же как бы в 21 веке, когда все вот эти технологии должны быть, не знаю, идти бок о бок с существующими традиционными сервисами, да? Поэтому как раз-таки мы, скажем так, приняли на себя такой вызов именно помогать, то есть, вот этой вот сфере торговли, услуг и так далее, то есть, оцифровать их взаимоотношения с клиентами, то есть, облегчить платежи, при этом, то есть, сделать для пользователей, для клиентов эти платежи еще и выгодными. Почему возникла такая идея? Все, все на самом деле появляется из твоих каких-то личных нужд. То есть, когда ты испытываешь какой-то дискомфорт или недополучаешь какой-то сервис и так далее, то есть, тебе приходят идеи и думаешь, над этим нужно поработать. Было бы здорово, если было бы так. То есть, вот так приходят идеи, да? То есть, был такой случай, то есть, я купил себе бумажник новый, вечером пришел домой, то есть, поменять все содержимое старое на новый и обнаружил, что у меня там куча бумажников, куча дисконтных разных карт. Первая мысль была, что я с собой нашел огромный, то есть, груз, огромное количество карт, которые у меня там, ну, периодичностью, какой-то периодичностью пользуюсь, да? Потом была идея такая, что было бы здорово вообще, то есть, я приблизительно там в уме почитал, сколько различных бонусов, денег там и так далее, каких-то бенефитов, да, на этих картах лежат. И пришла идея, было бы здорово, если бы это все аккумулировать в одно место, в один кошелек. Вы вот, когда что-то разрабатываете, какое-то новое направление, или же в целом работаете над улучшением своего приложения, вы больше все равно ориентируетесь на потребителя или на своих партнеров? Мы четко понимаем, что нам нужны они, то есть, клиенты, да? Поэтому мы готовы ради них, то есть, ну, очень на многое, порой там на все, для того, чтобы они оставались довольны. То есть, наши клиенты понимали, что да, вот это заведение супер, но там еще есть еще и удобная система оплаты, там, пеликан, там, бонусы, кэшбэки, там, тридцеты. То есть, и у него в голове уже складывается некий такой пазл, что если поесть, то туда. То есть, вот нам принесли счет, когда я открываю счет, я вижу QR-код пеликана. Вот открываю свой телефон, захожу в пеликан, включаю QR, вот я сканирую QR, происходит буквально там за считанные секунды, да? И здесь я вижу вот ресторан Куксарай, то есть, размер кэшбэка там и так далее. Вот сумму ввожу, вот нажимаю оплатить и буквально там, вот, прошла транзакция. Коллектив очень молодой, и их, в принципе, немало у вас, как айтишники, так и вот девочки. Где вы их находите? Ну, наверное, как и все, в общих, как бы, таких ресурсов, да? Типа Headhunter, там, я не знаю, и так далее. Ну, обратно-таки, понимаете, то есть, мы используем все наши ресурсы, там, в том числе, наш сайт, наш, там, инстаграм-страница и так далее. Мы, когда ищем команду себе ребят, то есть, мы всегда это анонсируем, мы говорим, что у нас там появилась такая-то позиция, там, приходите, вступайте, становитесь членом нашей команды, и вот, как-то так. Большинство, конечно, то есть, очень-очень много желающих, молодых ребят, которые сами нас находят, нам приходят и говорят, мы хотим у вас работать. Я, я не знаю, как минимум два раза переживал банкротство, абсолютно. То есть, было так, что, то есть, было все, вот там, все закончено, денег нет, там, я не знаю, ну, в таком образном смысле банкрот, то есть, да, и казалось, что все, то есть, надо, наверное, уже бизнесом не заниматься, а заниматься чем-то другим. Но, тем не менее, то есть, я находил все силы, возле меня есть, то есть, мои родные и близкие, моя семья, которая все время меня поддерживала, да, и были моменты, когда все на свете отворачивались и просто, то есть, ну, ну, не верили, так скажем, да, то есть, вот именно там, моя семья говорила там, нет, мы всегда верим, там, и так далее, там, ну, как бы, такой элемент, да, и, да, то есть, находились силы, вставали, отряхивались, все начинали заново, и вот так было, как минимум, два раза. 20 лет я женился, у меня 5 родителей, я влюбился, вот уже 20 лет, до сих пор не отпускает, как говорится, ты встречаешь именно вот того человека, который прям вот, вот твой, да, это, это чувство, наверное, даже поддерживать не надо, потому что оно само по себе, как-то вот, конечно, какие во всех нормальных, обычных семьях, то есть, бывают какие-то сложности. вон, вот смотри, лев один спит тоже, что-то они все какие-то сегодня неактивные, о, смотри, шерхан какой лежит, вот тигр, видел какой, красивый, да? А какой вы папа? Ну, наверное, разный, наверное, разный, потому что, бывает так, что я бываю иногда и строгим, ну, зачастую, наверное, я больше друг, чем, чем папа в таком вот классическом его понимании, то есть, я, ну, мне больше нравится с детьми дружить, конечно, бывают моменты, когда, то есть, нужно переходить на, но более, такой, серьезную, как бы, тональность, так скажем, да? То есть, чтобы донести какую-то, там, я не знаю, вещь, очень важную, в целом, чтобы, это, какую-то фундаментальную, как бы, информацию заложить в голову ребенка, да? Вот, но зачастую, то есть, мы даже, часто бываем, и во дворе на газоне, играем в бокс, с детьми, то есть, у нас такая, достаточно футбольная семья, у меня четверо становений, и вот, дочка. Кто для вас, вот, двигатель вашего прогресса? Я, сам по себе, очень человек энергичный, то есть, мне очень сложно, вообще, как бы, порой бывает усидеть на месте, допустим, даже, там, по выходным дома, то есть, это крайне редко, практически, там, не происходит, то, что я, там, там, не знаю, валяюсь на диване у телевизора, то есть, такого вообще не бывает, то есть, то, что, видимо, очень много, вот, вот этой энергии, все время нужно что-то делать, что-то хочется, там, успеть, что-то, там, где-то докрутить, что-то, там, съездить, и так далее, то есть, для меня все время важно, то есть, использовать время эффективно. Вот это вот, наверное, какой-то природный, внутри, тайм-менеджмент стоит, который все время, даже, куда-то едешь, ты, мысленно прокладываешь себе в маршрут, да, чтобы использовать это, то есть, даже путь эффективно, да, то есть, в этом плане. И вот это, вот, тоже переносится на бизнес-часть, когда ты, то есть, в бизнесе, когда ты в работе, все время хочется, то есть, думать, думать эффективнее, думать выгоднее, да, то есть, тратить ресурсы правильно, для того, чтобы выжимать максимум, как бы из всего, вот, а в целом, конечно, то есть, как я уже сказал, у меня превосходная, прекрасная семья, которая, то есть, наверное, служит источником вдохновения, в целом. У меня, просто, замечательная и восхитительная супруга, которая тоже является и, и музой моей, и человеком, который, с которым мне очень-очень хорошо по жизни, и мы достаточно часто бывает так, что даже у друг друга черпаем, так скажем, вдохновение, энергию, да, то есть, где-то что-то даже советуемся, и очень часто бывает, что мы, не знаю, в голову приходит какая-то идея, то есть, да, и это первый человек, к которому ты приходишь, и говоришь, блин, у меня такая-то идея, как ты думаешь? То есть, вот как-то так, да? И вот, а что он отвечает в ответ правила? Самое интересное, она отвечает правду, то есть, если это фигня полная, она говорит, по-моему, это фигня, если это хорошая идея, говорит, блин, по-моему, это классно, то есть, заатрирую, но в целом, как бы, за что вот я ее очень люблю и ценю, за то, что она вот всегда максимально со мной, родился в маленьком селе, недалеко от Шимкента, порядка где-то, по-моему, 35-40 километров, ну, это маленький аул, место, где, наверное, родились очень много наших, я не знаю, там, бизнесменов, да, людей известных и так далее, много уже очень людей с сельской местности, но я просто помню, что это было очень такое яркое, ну, для меня лично было яркое такое время, когда мы, я не знаю, купались в речке, ездили на лошадях, я не знаю, ходили за сеном, я не знаю, многих вот этих благ и не было, не было горячей воды условно, то есть мы сами топили печку зимой, паскали дрова, вот такие вещи, эти вещи, наверное, тоже, наверное, как-то закаляют тебя, как человека, ты понимаешь, что только труд может приносить пользу, то есть, ну, как бы, эффективность тебе, да, вот, ну, и с другой стороны, всегда хотелось, наверное, любимейших души, все равно уехать в город, хотелось, все-таки, чего-то добиться, потому что я, не знаю, с детства, как-то, внутри было такое чувство, что хочется, вот, изменить свою жизнь, и в жизни построить что-то большое такое, да, полезное для людей, там, вот, я никогда, как бы, ну, в детстве не думал, что я буду прям бизнесменом, да, у нас же, в детстве как-то люди мечтали быть, там, я не знаю, космонавтами, да, там, еще кем-то, и так далее, что-то в этом роде, наверное, я уже себе где-то предполагал, когда меня спрашивают, то есть, как вот стать бизнесменом, что нужно для этого делать, и так далее, первое, я всегда говорю, ребята, вы еще поймите, нужно вам это или нет, потому что за вот этой вот красивой картинкой, да, там, я не знаю, адский труд, который ты пашешь, пашешь, там, где-то не получается, где-то ты там спотыкаешься, где-то там лбом об стену, как бы, да, все время, да, потому что люди же всегда видят, видят конечный, как бы, результат, если у тебя классно все получилось, люди видят, о, классно, там, он крутой, там, у него успешный бизнес, там, 30-й и так далее, если у тебя ничего не получается, то есть, люди даже о тебе не помнят, и не вспоминают, то есть, ты так-то появляешься, а потом раз, и все. Несколько лет назад вы ставили себе очень, скажем так, амбициозные планы, вы планировали открыть в Шемкенте, на секундочку, Силиконовую долину. Вот эта вот, как бы, идея и мечта, она еще есть внутри, мы обязательно к этому вернемся, и все-таки, действительно, я хотел бы, чтобы IT-сектор в Казахстане не фокусировался бы там, в Алма-Ате или в Астане, да, почему? потому что Алмата и так перегружена вообще, то есть, он и так и является финансовым центром, там, 30 и так далее. Для правильного, наверное, ну, для правильного распределения нагрузок в плане экономического развития, да, то есть, было бы здорово, конечно, здесь создать какое-то суперские условия для того, чтобы сосредоточить, ну, как это, допустим, в той же Америке, да, то есть, айтишники там в Нью-Йорке или в Вашингтоне не сидят, то есть, они там живут в Сан-Франциско и в Калифорнии, да, вот, в этом плане есть, конечно, идеи, есть планы, но, я не знаю, чуть попозже мы к этому вернемся обязательно.